Стоечку, боксерку. Представляешь видео, да? Давай выберем квадратик. Квадратик на один, квадратик в один, носочек на другой, другой поставим. Так просто удобнее на квадратике. Одна нога впереди, другая ширина. Значит, от ширины стойки зависит, насколько тебе удобно поворачивать попу. Попу и плечи. Вот я как раз сегодня смотрел свое видео, как я тренировался. Вот это вещи я не доделывал. Не поворачивал. Ну, а пятку бросаешь через носок. И поэтому бил одними плечами. Ну, техника не делали. Так вот, смысл какой? Сила удара отберется от того, что ты переносишь, что-то движение. Ну, таз не очень, вроде бы, и далеко может сойти с ноги на ногу. Но движение достаточно энергичное. Ты переносишь одну ногу вес, на другую ногу вес. Можно, конечно, стать очень глубоко, удар будет сильнее, но подвижность теряется. И когда ты движешься, у тебя человек, мягко говоря, мишень твоя может отбежать, не попадешь, не гладь, потому что можешь зайти и сам тебя взять. Поэтому ты ищешь каждый свой баланс. Кто-то стоит повыше и поуже, значит, это легко двигается. Кто-то стоит пониже, поплотнее, но он желчь бьет, он может позволить себе. Мексиканцы, любители, стоят достаточно широко, значит, это увесит удары. Но они не любители двигаться, они живут попреки, принимая бей. Так вот, значит, основная стойка. Если я стою напротив тебя, давай сюда в зеркало лицо, чтобы ты на себя смотреть могла. Чуть подальше, чтобы я мог между тобой зеркалом встать. Как-нибудь так, да. Вот, выбираешь квадратик. Станная идея, просто, грубо говоря, если я просто буду тебя бить, ты стоишь вот фронтально, так, и открыт полностью. Твоя задача, с одной стороны, быть способен ударить самой, но с другой стороны, быть способен нанести удар самому. Поэтому стоим под 45 градусов, где-то вот так таз. Таз 45 градусов, да, да, носочки. Вот передний срез, ступни, корей смотрят вперед, точка, да, больше вперед, да, но именно, то есть, внешний срез, да, вот так вот, чуть-чуть. А задняя, ну, она готова повернуться в любой момент. Значит, в идеале, корпус еще, при этом еще больше повернут. Так что, вперед? Вот так вот, ручки. Еще, ты вроде таз вот так, 45 градусов, то есть, не надо, ноги выпрями, пока выпрями. Не, полностью, колени не выключай. Если, конечно, для ММА, для стойка, то она себять низко. Мы сейчас учим, как бы, технику такую, чисто туда руками. Значит, таз 45 градусов, но, как бы, даже 45 градусов, то и какая-то площадь для удара существует. Поэтому, нога здесь, а плетя, не отверстие, не двигай, ничего. Только чуть-чуть корпус еще подвернуть. Грубо говоря, вот ощущение такое, как хорошо держишь. Вот эту руку, как рассекатель. То есть, я вот чем-то поставил себе, и достаточно максимально осталось эту площадь, эту часть закрыть. То есть, я тыкаю, ну, в перчатке, да-да-да, видишь, подвижение минимальное, а пройти сложно. И этот локоть должен быть, как у ежика. То есть, я пытаюсь ударить, чуть-чуть опустившись. А он, может быть, попал, ну, дуром пару раз, вот сегодня на тревоге попал по локтям, кулаку ему болит. То есть, локоть – это хорошая защита. Защита и кулак тоже. Конечно, надо уметь держать кулак по этой тревоге, ну, делаем некто, чтобы он, да, чтобы в него можно принять и остановить. Ну, это называется принять болг, грубо говоря. Ну, может, две руки, то есть, приятного мало. Но, скажи так, до тех пор, пока я не пропустила в голову, все хорошо. Голова – это ты, все остальное – это только инструмент. Тело – все это только, это все мягкое, но если не заменяемо, конечно, но оно зарастет, там еще что-то. Тело – это твой инструмент, а голова – это сам ваш уберечь надо. Значит, первое. Затем, плечо переднее надо поднять, потому что, да, голова, вот здесь вот есть такая ямочка между плечом и грудью. Вот в нее голова ложится уютно, как в подушечку. Да-да-да. Смотрим на меня из-под лоба. Грубо говоря, вот если я захочу, вот тебе ударят сейчас пальцем в глаз, и так просто, она отбровные дуги, мощная, отбровные дуги твои, закрывает глазенки, понимаешь? То есть, потому что, это пальцы в глаз, надо делать вот так вот. А это не так тоже просто. Там нос может помешать, шучу. Значит, вторая рука у щеки находится сбоку. Она рассчитывая на то, что плечо расслаблено при этом. Потому что плечо расслаблено, значит, можно ударить. Первое плечо поднято, оно готово принять удар. Вот эта рука готова принять удар с этой стороны. Вот эта рука будет сюда. Значит, положение рук, локти чуть больше сюда. Потому что, грубо говоря, что ты должна быть готова. Я очень широко стою, у меня всегда проблемы с этим. Это большая ошибка. За это меня накажут нижними ударами часто. То есть, вот сейчас, я захочу ударить сюда, тебе локти чуть-чуть подвинуть. Сюда чуть-чуть подвинуть. Это сюда захочу ударить, здесь локти, понимаешь? То есть, грубо говоря, руки собраны. Значит, по положению кулаков. Классическое положение руки как бы параллельно друг другу кулаки. Значит, мой тренер, который по боку занимался, Матров, Михаил Александрович, он бил вот от челюсти вот так. У него очень жесткий удар правый был. И так ему прицелиться легче было. То есть, так держал. По передней руке, допустим, я часто держу вот руку развернуто так. Потому что все свои жесткие удары, которые отпускались, но были удары ногами. И когда бьют отсюда, вот если руку повернуть вот так вот, сдержать, попробовать его удержать, удержать легче, чем попробовать удержать вот так вот. Понимаешь, чувствуешь, да? Чуть-чуть она жестче, но удар ослабляет заметно. Стойка будет меняться по твоей нужды. Никуда не денешься. Ты будешь делать так, как ты можешь. Роджонс вообще вот так стоял. Это вроде бы было неправильно, но после того, как он поработал, и все видит, как он крут, появилась понятие скоростная стойка. То есть, ему отсюда очень легко ударить, руку кинуть. Он мог себе позволить. Мы, люди простые, позволить себе такого не можем. Плечо закрывает. Значит, вес на передней ноге 70%. Задняя пятка оторвана от земли. Вес на ней где-то процент 60-70. Вот стоишь ты на этой стойке. Вот это плечо расслаблено, потому что готово. Значит, теперь, ударяя передней ногой, мы переносим вес на заднюю ногу. Пятку бросаем через носок. Пятку бросаем через носок не потому, что это самоцель. Потому что, на самом деле, в удар, конечно, должна быть нога подмирать. Пятка готова, чтобы повернуть таз. Повернуть таз, значит, повернуть плечи. Нельзя бить одними плечами. На чем я себя поймал сегодня? Это большая ошибка. Бить надо всем телом. Тело в едином налить. Это механизм. Раз, раз, раз. Все тело в момент удара собирается в комочках. Вот сейчас ударил передний медленно, не торопясь, и сместись за ногу. Видишь, пяточку ты поднял? Сначала подняла пяточку, встала прям стоечку. Чуть-чуть смотри побольше на сторону противника. Теперь поворотом, поворачивая таз, переносим вес на ветру ногу, пяточку бросаем через носок. Переднюю руку выпрямляем. Есть маленький секрет. О, какие руки-то длинные. Нормально. Длиннее, чем меня, видишь? То есть ты меня можешь перебоксировать теоретически. Значит, есть один маленький-маленький нюанс. Когда мы бьем рукою, мы как бы открываемся. И задача, как бы меньше вариантов, это оставить человеку ударить ответный удар. То есть мы всегда думаем о защите. Вот если в карате говорят, что сначала защита, потом удар, ни хрена. Если брать боксерскую технику, защита она всегда. Даже как бьешься, думаешь о том, что вредом можно защита. Поэтому мы стараемся ударять так, чтобы быть в максимально предзакрытом положении. Вторая рука все равно здесь готова принять этот удар. Плечок поднимается. Плечок поднимается не для того, чтобы сильнее удар. Удар даже слабее от этого. На самом деле, заметно слабее. Сильный удар плечок внизу. Но за счет этого вариант получить через руку гораздо меньше. А еще есть момент. Удар идет немножко сверху вниз. Не для того, чтобы удар был сильнее, а для того, чтобы, вот видишь, вот если удар вниз тебе, локоть опустить вниз передней руки, я бью вниз, вот. Гораздо легче, чем поднять вверх. То есть локоть вниз, ты просто бросишь его, забьешь. А вот вверх сложнее. Вот видишь, я уже не смогу дотянуться. Не надо сильно, тебе даже настолько, что не дотянулся. Поэтому бьем сюда немножко сверху вниз. Как бы кисть опускаем сверху вниз. Вот так кистью ловишь. И получается, вот через руку ты мне, допустим, я бью, через руку попытаюсь ударить. Ну так же. Поставь ручку. Через руку у меня в челюсть. Через руку. Повернулась с рукой. Ну, можешь оставься даже ногами, просто с руками за обратное положение твоих руках. Так, куда ночь ударить? В челюсть мою, через руку мою. Ну не ударь, повезти руку. Вот. Видишь, ты дай, зачем тебе давить? Ты расслабляешь удар. Обнеси и кинь сверху. Подними это. Вот. Видишь, подними руку. Поверни плечи. Вот. И видишь, я не дотянулся, а ты через зуб не ударила. То есть, при этом так ты подняла локоть, а ты вот у меня ударил навстречу, я сделать не смогу. Понимаешь? Хорошо. Хорошо. Значит, переднюю руку поставила, сделала, повернула, поставила ручку, ручку поставила, поставила, ручку на ударил, типа ударила. Ударила передней рукой. Ударила переднюю руку. Ударила. Так. Пяточка через носок, вес на этой ноге, попа здесь. Сильно колени расслабляет. Начинающим иногда даже советуются на совершенно прямых ногах это делать. Это очень плохо. Координационно, но зато начинаешь чувствовать, что ты переносишь центр тяжести с ноги на ногу. Очень важно почувствовать момент переноса веса. Рука уже готова ударить вторая. Затем эта рука снимается и идет поворотом, да. Удар вот этой рукой. Тоже сверху вниз, тоже через руку ты мне как бы бьешь. Через руку бьешь. Челюсть в домик сюда, а нога закрыта. Смотришь из-под лобья, локти собраны, пяточку бросить через носок, плечи идеально в линии. Такое ощущение, что вот эта рука из этого плеча растет. Вот это да. И не напрягаться старайся. Ты вот прокинула, и она повисла у тебя в этом ситуации. Потому что тогда староослабленный. Бах. Скинула и пусть висит она. То есть да-да. Вот. Попала. Два. Удар передней рукой. Смещаемся назад. Ага. Бах. Что мы делаем, чтобы вот так не было? Плечо поднимаем, через прячем за голову. Вторая рука. Ты учти, что все потом расползется. Никто идеально не делает. Не бывает идеальной техники. Это база. Просто она учится, а потом как получается. Три. Бокс это занятие для троечников. Все знают, как правильно, но делают, как выходит. И за счет этого хорошо уходит. Четыре. Поэтому отличникам здесь тяжело приходить. Отличникам борьба. Там думать много надо. А бокс надо чувствовать. Пять. А кто может лучше чувствовать, чем троечник? Он не хочет учиться, но не троечник, потому что он все чувствует и понимает. Шесть. Ноги на ногу. Теперь ты крутишь на одном месте. Смотря что он у тебя получает. У тебя получается твист. А вес мы переносим. Все усилия, посылка, все тело сбросить. То есть мы тогда ударяем, вот туда же переносим. Да, да, да. У него вложился вес, вообще на этой ноге должен быть. То есть задняя нога просто обозначает, то, что там что-то есть. Попробуй еще раз. И раз. Я камеру поправлю, а тут не видно как раз на тебе. Оп, чуть-чуть ниже. Делал, чтобы ножки были видны. Потому что ноги здесь очень важны. Значит, первая раз. Вот видишь, интересно, это может быть как вариант, но в данном случае, в данном упражнении, ты смещаешься назад. То есть когда я блю передней рукой? Только в этом упражнении. Нет, вот так вот, корпус не показывает, только таз. А корпус даже может быть вперед. Потому что на самом переднем много там есть, даже смещается вперед. Передней, кажется, есть маленькое противоречие, но оно выглядит в боковых, подчерк, что так сильнее. А где моя вес тяжесть-то сейчас? На этой ноге он упирается. Нет. На этой ноге, грубо говоря, вот здесь он. Вот здесь. Вот отсюда. То есть он где-то, вот чуть-чуть перед ногой. Поворот два. Вес, видишь, подними ногу заднюю просто. Видишь, если надо перенести вес, это говорит о том, что столько ты остался на задней ноге, столько не ушло в удар. То есть выпрямь переднюю ногу. Почти, да-да. Ну, вот так, чуть-чуть не так сильно, выпрямь, не выключай колено. Но и вес, вот весь вес должен указаться на ноге. Вес, рука, плечо, вот из этого плеча, здесь рукава стоит. Где мишень? Где мишень? Она убежала у тебя. Плечо из этого плеча рука. Локоть, бах! Бах, где локоть всегда готов, потому что встречный удар будет. Не думай, это я говорю, все равно все делают по-другому. Но учатся так именно. Три! Да-да-да, вес на... Где у нас? Зарядилась. Зарядилась на заднюю ножку. Зарядилась, сделала, смотришь, я здесь. Шлеп тебе через руку. Что надо сделать? Через вот здесь. Четыре! Оп! Где я? Где я? Где я? А не надо думать об этом. Смотри на меня. Мишень, где я? Я мишень. Меня и целишься. Так, а я за тебя подумаю. Не надо. Потому что все количество делается. Вот поп повернуть больше. Пятку через носок. О! Шесть! Взгляд! Молодцы! Вес на ногу, кинуться. На сточку и кровью, и кровью. Посылаешь себя на ту ногу. Восемь. Раз с икрой. Вот, хорошо. Молодцом, да. Девять. Отбросил себя назад. Да. Десять. Бросил себя вперед. Хорошо. Одиннадцать. Назад откинулась. Двенадцать. Сбросила сюда. Тринадцать. Оп! Четырнадцать. Оп! Пятнадцать. Хорошо. Шестнадцать. Пока ведем. Отдыхаем. Но надо бросать. Сбросила. Сбросила. Можно даже кулакчик бросать в конце концов. Нет, получается удар есть с передней ноги, он слабее. Потому что я же вес тяжести сюда. Ты знаешь, это грубо говоря, мы сейчас не столько с передней. Там есть и такое. Удар в передней. Ну тоже сегодня. Чуть попозже передней будем отдельно собираться. Мы сбьем на смете. А потом пока бьем на месте, я покажу технику отдельно передних ударов. И они несколько вариантов весят. Грубо в этом варианте можно сказать да. Но тут есть момент такой. Удар с передней ноги может еще усилиться будет не за счет того, что он ударяет, а за счет того, что упирается. Объясню. В чем разница между пикой и копьем? Понимаешь? Копье острое. А пика? Тупая, да? Нет, пика может быть и тупая, как я. Сейчас вспоминает карту пик. А, нет, нет. Ситуация такая. Объясняю. Дело в том, что копье, оно его кинуло или уткнул, наносит на весу. Пика рассчитана на то, чтобы она упиралась в землю. Ее стояли против этих, против лошадей. И лошадь под, собственно, весом сама на нее напиралась. И она, грубо говоря, в землю упертая была. Вот ситуация такая, с передним ударом здесь может оказаться за счет того, что у тебя опор из этой руки в эту ногу заднюю, особенно если ты плотнее стоишь, не в классической стойке, а чуть плотнее. Достаточно жесткая позиция. То есть человек пошел на встречу, вот здесь трещин удар, он уперся в твою руку, грубо говоря, и получился достаточно жесткой позиции. Вот в этом, может быть, за счет этого, может быть, он ужещен. Потому что если я могу стать так, и я по дистанции попадаю, это будет лучше, я буду бить, раскручиваясь туда, тянусь туда, понимаешь, потому что здесь более жесткая позиция. Так, смотри, ты одна из разновидений ударов. И вообще ситуация, тоже специфика. Так устроена боксерская техника. Кратистика тоже, не традиционная, спортивная. Что нет неправильного. Правильно есть лучше, есть хуже. Есть варианты. Потому что, когда говорят, что так нельзя, обязательно какой-нибудь боксер выйдет, или какой-нибудь спортсмен, и будет работать так, и выиграть у себя. Потому что все прыгают, что так нельзя. И не ждут этого. И из этого получают, получают, получают из того, что просто это нельзя. И они не готовы к этому. Но при этом, для этого, чтобы сделать так, как нельзя, надо быть талантом. А сначала мы учимся, как все нормальные серые люди. Давай с другой стороны тоже самое поделаем. Объясню, почему с двух стойками мы делаем. Боксеры всегда стоят, у них одна сзади не сильная, обычно, чаще всего. И работают с одной стойкой чаще всего. Сейчас с пролюбителем стали по-разному работают чаще, но в основном работают с любой стойкой. У нас, если после ударов ногами, стойка часто меняется. Потому что ударил ногой, там осталось. Поэтому надо бить с двух стойками, в отличие от них. Опять, выбери квадратик, ставь носочки. По квадратику, да. Пошири чуть-чуть. Сюда один. Ну, это тебе, потому что стеснительная девушка. Сюда пошире еще встанет. Вот. Ручки на нос. Задний пяточек подними. Да-да-да, вот. Вес, так, больше. Таз 45 градусов, а здесь плечо, где у нас? А у нас готово. Рука нацелена против противника. Вторая рука, это... Смотрим не в пол, в пол смотреть нельзя, смотрим в врага. Потенциально врага, да. Враг он там, какая-то странная девушка в серой майке. Ты ее будешь бить. Значит так. Теперь мы уже приблизительно поняли, да, попробуем ударить передней рукой. Раз. Бросили пятку передней ноги через носочек. Откинули корпус назад. Откинулись. Оп. С поворотом, да, пятку через носок. Оп. Развернули. Сильно не откидывай корпус. Только вес тела надо перенести. Два. На это раскрутить тебя. Вот прикинь, подними сзади ногу, посмотри. Нога у тебя на ней осталась. Вот чем меньше осталось, тем больше ушло удар. Теперь еще желательно, чтобы у нас плечо росло из этого... То есть рука росла из этого плеча. Вот это переднее. Локоть больше сюда. Рука сюда есть. Из этого плеча ручка. Из этого. Ну, голоданчик. Все получается у тебя нормально. Челюсть вот здесь. Челюсть. Челюсть, да. Челюсть это то, о чем ты говоришь. Иногда жуешь. То, что тебя классик при ходьбе. Это челюсть называется. Ручки в длину. В длину, при спрещении. Вот. Умница. Три. Оп. Откинул. Вгляд, взгляд, взгляд. Челюсть. Челюсть и рука. Желательно. Желательно, чтобы локоть будет сюда немножко вперед. Потому что я захочу, у тебя, раз, ты мне локоть подставила. Так. Желательно, чтобы ручка шла и ножка сверху вниз. Я тебе объяснял почему. Потому что через руку будет мне удариться сложнее. Три. Вниз локоть опустить легче, чем поднять вверх. Хотя, опять же, ударка локоть снизу гораздо сильнее. Видишь, ты обузил немножко стоечку. Тебе крутиться за этим сложно. Вот если, ну да, переди на эту. Повернуть ее шире, тебе легче развернуться. Ширина от стойки, но если слишком широко. Ты стоишь фронтально, становишься больше мишенью. Оп, таз, плечи, плечи в линию. Из-за этого плеча рука растет, потяните. Дальше, дальше я тебя полком возьму. Во-во-во. Вот, видишь, он. Четыре, откинулось. Взгляд сюда. Балт через руку. Где у нас? Вот. Как в домике. Нормальный человек, который тебе, кстати, воздал. Вот здесь, вот в этом, между плечом и грудью, вот в этой ямке. Человек, как в домике находится. Ему хорошо, ему уютно. Даже спать так хочется. Сейчас, говорят. Три. О, молодец. Ноги на ноги бросаешься. Четыре отбросилось. Пять сбросило на меня. Прокинь, сколько у тебя вес на ноги осталось. Вот так, да-да. Развинул попу. Пять назад откинулось. Взгляд на меня. Молодец. Шесть у меня бросило. Семь отзад откинулось. Восемь. Хорошо. Девять откинулось. Десять. Ты меня видишь? Одиннадцать. Вот. Двенадцать. Я вижу глаза. Все. Хорошо. Смотреть, если чисто, допустим, максимум могут позволить себе смотреть на челюсть. Но если бьют ногами, лучше смотреть на середину груди. Тогда боковым зрением ты видишь и ноги, и руки. Честно скажу, у меня всегда проблема, если когда смотрел на челюсть, охотник с головой был, всегда целился туда в голову, все вышли в меня. Ну, это была большая проблема, и ног по этому не видел. Почти все нокауты были мне однокурсами. Ну, почти все, которые я пропускал. Так. Это мы приблизительно представили. Теперь, значит, боковые и нижние тоже отсюда попробуем. Вот здесь мы и тут почувствуем, что боковые, кстати, вот в этих позициях очень жестко выходит. Значит, отличается боковой и нижний от прямого удара. Только положение. А как боковые по-другому называются? По-другому называется хук. Ахук. Но хук на самом деле крюк. В принципе, бить крюком не очень хорошая идея. Не, может попадать. Опять же, нельзя говорить, нельзя. Нельзя, нельзя говорить, потому что попадает крюком, у чего он жестче будет, чем обычный. Но ситуация такая, что человек, вот я тебя бью, ты чуть-чуть откинулся назад, голову откинулся чуть-чуть, убери. Назад, туда-назад. Вот он порошок, понимаешь? Когда же я бью, вот так немножко еще выпрямляю трицепс, добавляю, то уже это может не так себе сильно помочь. Так же, как нижний, тоже крюк уберет, апперкот. То есть его бьют снизу, и когда вот так крюком бьют, человек просто откидывается, он попасть в сторону. А если человек бьет, еще добавляет тридцепс туда, то уже защититься сложнее. Но опять же, например, бьют, вот есть такой удар, свинка называется. Прямой рукой. Бить так нельзя, вроде, теоретически. Эти удары пришли из тридцатых-двадцатых годов прошлого века. Но периодически до сих пор появляются боксеры, которые таким ударами на высоких уровнях роняют людей. На профессиональных уровнях. Почему? Потому что человек не привык, что вот эта дурацкая размашка полетит откуда-то. Но он не готов. А у них это проскакивает. То есть опять же говорю, что нету неправильного. Есть лучше, есть хуже. Так вот, боковое лучше. Вот мы стоим, тоже отвернулись. Ведем, значит, идеально, как прямой идет у меня. Только где-то, может, прямой отсюда к тебе понесу, а боковой повису чуть-чуть сбоку. И за счет поворота и получается боковое движение. Раз. А, еще есть очень маленький моментик такой важный. Гораздо важнее, чем сильный удар, умение им попадать. Если ты будешь попадешь в тысячу слабых ударов, человек может потом набрать тоннаж и сесть на боку. Если у тебя будет один сильный, ты им не повис, и что-то лук. Так что это. Даже если ты будешь прижать вот так вот. И что-то лук. Так, значит, стоечку встала. Опять вспоминаю. Я тебе говорю, что не запомнишь. Ты просто, чтобы потом, когда будешь нагрузку забрать, все будешь приблизительно припоминать, что нужно. Ты будешь все, мы узнаем, как желательно нужно, а потом будешь делать, как получится. Так вот. И, значит, давай, откинувшись назад, я делаю. Хочешь сделать зеркало мне сделать, да, Эрр? Как тебе лучше, чтобы ты видел? Как зеркало или противоположные стойки? Нет, ну, чтобы все так же, такая же рука была. Вот так вот не получишь, да? А, нет. Зеркально, понял. Не, я иду. Ну вот, значит, смотри, вот я вес на передней ноге, пяточка поднята, понимаешь? У тебя колено, ножки смотрят на тебя. То, чего я, кстати, сейчас не выполняю. Вот тоже тебе пример. Учу правильно, а сам делаю неправильно. Раз! Я откинул вес. Пятку рост через носок. Колено смотрит, точка удара к колену. Рука у меня пошла в перенос чуть-чуть, и плечо поставил на кулак. Плечо поднимаю, челюсть прячу. Да. Вторая рука у челюсти. То есть получается вот движение. Если хожу в позицию, то почувствую, что вот в эту ногу упираюсь, хотя вроде вес на той ноге, вес на той. То есть ты дашь мне плечом. Плечом попробуй надавить не рукой, а плечом. Поворотом корпуса. Попой. Попой. Вот, видишь? Вот оттуда. Поймаешь, да? То есть движение раз, раз. И оно очень жестко. Видишь, как ты меня видишь, что оно энергично. Раз, раз. Ну, я, честно скажу, левым боковым я попадаю чаще и всем остальным. Потому что этот момент я почувствую. То есть получается, вот я просто руку оставляю, отклоняюсь и ставлю плечо на локоть. А локоть на кулак. Раз, раз. Ну, я могу про него чесать, потому что у меня поучаться начал. Поучаться он сам начал. Любимый удар обычно возникает не от того, что тебя учит им, а от того, что ты начинаешь делать, делать, а он у тебя начинает выходить. Потому что учили меня бить правой задней все время. Михаил Александрович, смотрю, в кого занимался, он бил правой задней. В карате занимался, гякудзуке задней. А этот удар сам не стал получаться. Он просто показывает, что учили, ему надо так, так. А он начинает выходить, потому что это генетика. Ну, что не делаешь? Широкие плечи, короткие руки. У тебя и будет, скорее всего, ты, может быть, не знаю, что у тебя. Тебе просто для себя фитнесом заниматься. Ну, фитнес, значит, что у тебя. Ну, правый задний лучше. Ну, ты маленькая, худенькая. Ручки подняла. Задние ножки подняла. И еще раз попробуем. Откинулись, повернулись. И раз. Видишь, ты когда руку унесла. Ты думаешь, что ты так челюсть будешь двигаться, аграть? Нет? Ну, торопись кулаком в бок. Медленно, давай еще медленно, медленно. Смотри на меня, я твою мишень. Смотри на меня, смотри на меня. Откидываешься медленно, откидываешься. Смотри на меня, я твою мишень. Откидываешь пяточку, ставишь на землю. Ставишь на землю. Где я? Я здесь. Раз, повернула. И вот теперь плечом добиваешься повороту. Оп. Вот оно как движение. Понимаешь, да? Не надо сильно кулаком. Чем короче движение кулакам, человек кулаки регирует. Он их видит. Поэтому, если у меня рука здесь, вот я должен отсюда успеть ударить. А для того, чтобы отсюда ударить, я должен успеть, чтобы локоть, плечо, вот эта вся часть у меня ходил хроном. А руки очень коротко. Кулаки коротко, плечи, корпус очень длинно. Бам, бам, бам. То есть энергетичное движение. Вот смотри, руками на место. А, чувствуешь, что она есть сила, да? Есть сила. А руки-то на месте. Почему? Потому что сработал корпус, тело, все вот это. Плечо успел закинуть. Вот это мы добиваемся. А руки, они слишком видны. Чем менее виден удар, тем лучше. Из-за этого мы, кстати, стараемся бить себя очень с неудобных положений. Вот неудобно отсюда ударить переднюю руку, но мы отсюда ударим, если может, есть шанс входит, нести его к поражению. Очень важный момент. Сточку. Вот ты переднюю ударила, да, откинься назад. Сделал переднюю позицию, да, ну как ты? Как ты ударила переднюю позицию? Раз. Ну, предположим, да. Хорошо. Челюсть у нас здесь. Два. Задний боковой ударила. Предположим, хорошо. Поторопилась немножко. Пяточку через носок. Да, у тебя будет и есть. Колено к колену. О, хорошо. У меня с этим тоже проблема. Идеально, чтобы колено к колену стремилось. Тогда у тебя и плечи в линию. Так, грубо говоря, ты собираешь все вот это тело, весь свой мелкий организм в одну точку, вот в этот кулаке. То есть в момент удара ты мгновенно собираешься, напрягаешь и сразу ослабляешься. То есть ты легко, чем легче несешь, тем быстрее принесешь. Но в момент удара напрягаясь, ты делаешь акцент. В этот момент резко увеличивается масса всего тела, грубо говоря, всящего на кулаке. И сразу сбрасываешь, чтобы не напрягаться. Оставил, осталось, осталось. Так. И два. Да, стараешься почти по прямой бить, почти по прямой, но чуть сбоку. Совсем по прямой бить. То есть стараешься вот отсюда обнести и оттуда ударить. Три. Видишь, ты ударил по прямой? Отсюда. Сюда несешь все, да? И потом ударяешь сбоку. Поворотом, поворотом, поворотом ударить. Во. Вот, хорошо. Где у нас плечо? Плечо из-за этого. Вот этот кулак растет из этого плеча. Четыре. Смотри в зеркало. Чтоб далеко. Пусть кулак уходит за челюсть на кулак. Не больше. Можно даже больше собегать. Мне нравится ближе к себе ударить. Больше на короткие руки. Ты смотри, как тебе удобно. Так. Здесь взгляд. Четыре. Вот, ты положу. Пять. Расслабляй руки. Расслабляй, расслабляй. Движение начинается вот отсюда. Ты сбрасываешь ее. Шесть. Семь. Вес с ноги на ногу, да? Откинуться. На самом деле, когда ты почувствуешь, что назад откинуться очень жестко может на боковом. Ты откинься назад при этом. Да, да. Вот откинься. Вот, раз. Вот я ведь полезу тебе целоваться? А ты раз откинулся. Видишь, как оно? Вот. Да, да, да. Да, поставь ручку. Ручку. И три. Челюсть. Где челюсть? Четыре. Пять. Шесть. Ну, пока бьешь вот этим, ставим. Кулак на мишень с боку ставишь. Смотри сейчас. Раз. 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 То есть, кулак идет. Нет. То есть, кулак идет четко. Где-то 45 градусов туда. Ну, давай еще разик. Три-четыре. Другой стоечкой. А, другой стоечкой хочешь? А. Я предлагаю здесь в четыре-четыре часа это сделать. Так. Сейчас соберу. Мои информации будет сегодня очень много. Сегодня ухватится. На самом деле останется что-то самое важное. То, что тебе нужно. А стороной ты забудешь, и черт, не тебе это не нужно. И раз. Ну, может, потом повторим. Хорошо. Плечи в линию. Плечи в линию. Плечи в линию. Поворот корпуса важнее, чем то, что рука не напрягает. Зачем только так напрягает? Все. Повесила. Четыре. Ударил. И расслабился. Видишь, не надо. Вес на нее. Когда ногу сгибаешь, тебе вес просто не дает. Сними заднюю ногу. Проверь, сколько у тебя осталось весов. О, хорошо. Плечи в линию желательно. Пять. Проверь, сколько ты передней ноги? На передней? У нас все нормально, все нормально. Шесть. Хорошо. Да, нормально. Провалится удар, ошибка не очень серьезная. Семь. Восемь. Да, начинать сейчас в случае. Как в бурати начинаешь делать. Сбрасывай руки. Восемь. Девять. Вот. Да, да, да. Сверх вниз тоже хорошо. Десять, как получается. Все, отдыхаем. Сверху вниз, когда руки рвняются, нормально. Тоже как это. Когда ты ударяешь, тебе чуть понесло туда. Ну, не очень хорошо. Но это лучше, я понесу удар. То есть, ты кинул. Раз. Значит, нэмки туда направил. Она на многом не справилась с ней. То есть, конечно, это не очень хорошо. Не сбасили, но с другой стороны. Кто тебе мешает потом прыжком как-то выровнять это дело. То есть, есть грубые ошибки. Менее грубые. Важные, не очень важные. Так, значит, это мы сделали. В другой стоечке то же самое. Так, надо пошире, пошире, пошире. Чем шире у тебя, тем легче вращаться. Но я слишком коротко, да, то будешь фронтально стоять. Стоечку. Закрытая. И с ноги на ногу. Раз. Багоковой передний. Оп. Умничка. И про этот сарай способ. Поставил, просто висит там у тебя. Два. С ноги на ногу перекинулась. Ага. Чуть-чуть. Так, сброида. Три. Оп. Ох ты хорошо. Четыре. А куда ты смотришь, что ты на полу там видишь? Там таракан ползет, да? Это мой таракан, я выдам тебе съесть его. Я сам его съел. Ручки, ручки, ручки. Прямо смотри, прямо. Пять. В зеркало смотри. Кто там такой в зеркале страшный? Шесть. Плечи в линию. Семь. Восемь. Хорошо. Девять. Десять. Очень неплохо. Отдыхаем. Чуть-чуть отлично. Ну, ваше тебя учить нельзя. Понимаешь, ты будешь стараться идеально. Конечно, человек старается делать идеально. У него перестает все получаться. Специфика такая. Еще раз напоминаю. Есть приблизительно как лучше, но делать надо как лучше. Как тебе удобнее. Так, ну сначала делаем как лучше. Нижний удар. Значит, нижний удар отличается тем, что локоть снизу находится. Тоже вот эта позиция отсюда. Откинусь на трасс. Нижний удар всегда должен быть немножко вдоль. Это под 45 желательно. То есть, когда ты бьешь мне в челюсть, ручку поставь, удар мне в челюсть. Ну, поставь точнее. Туда тебе мог хватить. Да. Теперь ты начинаешься ударить туда. Вот туда, чтобы вылетело оно. Потому что, если ты начинаешь бить снизу совсем, чуть-чуть отклонился, удар уже ослаб. Поэтому 30 немножко добавляется. Да, да. Вот, ты ставишь его. Ну, в этой позиции, конечно, мне тоже не очень нравится вот нижнего так бить. Ну, я вообще нижний плохо бью. Может быть, он тоже кому-то хорошо вот так вот. Ну, в этой позиции нам гораздо важнее, чтобы ты поворот с ноги на ногу делала. Поэтому просто давай ставлю стоечку. Ручки на нос. И спереди руки попробую сделать нижний. Раз. Вот, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не сильно не сгибай ноги, не садись. Пяточку еще из носок. Пяточку еще из носок. Больше прям можно сбрасывать. Вот для начинающего может вообще ноги вот так вот бросать. Нет, реально, да-да-да. Правильно, правильно, да-да. Для начинающего. Это будет для начинающего первые 3-4 месяца занятий. Это вообще не ошибка. А потом уже там надо смотреть. Манера. Еще что-то. Знаешь, конечно, ручка на ногах поднести стоит. Вот прям бросать бят в черный носок. Два. Ты не все же совсем по прямой. Желаю, чтобы какое-то движение было чуть-чуть снизу. Но. Вот если у меня руки стоят, это у меня вот так удалось снижнее. То же будет нижнее. И, видишь, в данный момент я наклонился. Бить прямой не очень хорошо. Потому что лопая. А вот здесь, извините, меня переносит, может мне попасть. То есть вот это место вроде не очень удобно для ударов нижних. Но в голых руках оно очень даже такое опасное. То есть привычка держать сейчас руки вот так вот. Ну да, вообще сперчатки, но защищается. Ну а перчатки нет намерка, вот сюда получаешь нормально. То есть да. Но чуть-чуть не забывай снизу. 30 просто добавляет именно точность. 4. 30 это вот эта мышца, которая управляет руку. Пятка через нон-сток. 5. Садишься. Не надо садиться. Вот, да-да-да. Гордо стой, но выпрямь больше ноги. Хотя просто потому, чтобы просто это почувствовать, что ноги с ноги на ногу вес переносятся. Вес на эти ноги. Вот. 4. Не отворачивай голову. Враг здесь. 5. С ноги на ногу. Слишком тоже не опускай. Чуть-чуть ранил и поймал. Плечо вот это сюда. Плечо через челюсть, через плечу. И они дужут сюда. Плечо должно быть теряется через челюсть. 4. Не напрягайся, не напрягайся. Поставил и все расслабилось. Вот. 5. Бах. Хорошо, плечо расслаблено. 6. И расслабить, расслабить. 7. Взгляд, где взгляд? 8. 9. Ненавидел вас. Ботаником выпрямить. У вас все сразу получается. 10. Все. Да, отдыхаем. Вот поэтому, да, в школе я плохо учился, а ты хорошо училась. И она отличная училась. Вот это и чувствуется. Говорю, я слялась, ненавидел. Хорошо. Ну там, где импровизация, видишь, у нас проблемы могут начаться. Хорошо, давай с другой. С другой, с другой, с другой не поднимай. Значит, еще один маленький секрет. Не раз уж тебе так хорошо получается, еще скажу, что я обычно не обращаю внимание. Желательно под локоть таз ставить. Вот когда у тебя таз под локтем, то реально удар сильнее становится. Раз. Вот этот под этим локтем, наименный таз, вот этим вот этот. То есть у меня вот есть ощущение, я плохо убью, но когда хорошо выходит, если что вот у меня, вот когда я авто ставлю, вот так вот, вот эта вся сплошная плоскость. Ага. Ага. Ну, я, кстати, сейчас скажу, нижний, это удар, который я больше всего не люблю, у меня курс его получается, я все вообще пропускаю себя сам. То же самое не попадая. Так, и раз. Погодите, короче. Давай с тобой чуть-чуть пошире, кстати, чуть-чуть пошире, Настя. О, умничка. И раз. Ножки выпрями. То, что ты пол попустишь за пяткой на пол, и сделай этот удар сильнее. Ну, чуть-чуть больше, это, да-да-да. Ну, вот это, да-да-да. Два. Зачем садишься? Не надо садиться. Мы сделаем сегодня боксерские. Да, в ММА там бьют час на сунг ногам. Там другая задача, там длинный вход. Но садись, чтобы далеко падать. Сегодня мы это не делаем. Четыре. Сегодня мы работаем сильным. Выпрями ноги, выпрями ноги. Выпрями твои длинные, красивые ножки. Выпрями. Пять. Сколько вес на задни ноги? Проверь. Так. Плечи в линию. Локт чуть согни. Сюда поближе ударим. Где у нас плечо? Плечо поднимаем, да. Нижний удар в этом плане сложный, что вроде что-то опускаешь, а что-то поднимаешь. А для этого вот таз под это. Вот. Таз как-то впервые. Где у нас? Вот. Четыре. Где у нас челюсть? Вот. И вот таз под волоском оставится. Пять. Ага. Шесть. Семь. Ну и что страшно? Поправь. Выпрями ножки, выпрями, чтобы вес был на передней ноге. У нас на задней чуть-чуть было. Выпрями переднюю ножку. Выпрями переднюю ножку. Вот. Ручки не напрягай, не напрягай. Ты уже ударил, что пыжится-то? Кого-то удивишь. Ты уже что-то культурист, что ли? Бицепс показываешь. Мы же отрягаем мышцы, чтобы ее держать. Шесть. Она такая у тебя тяжелая, да? Ты сестишь. Восемь. Ночку выпрями, выпрями, выпрями. Девять. Взгляд, взгляд, взгляд. Десять. Хорошо. Очень плохо. В плане так вот. Движение как будто общего хватило, суть что-то, где-как. Но плохо у тебя, конечно, динамики нет. То есть у тебя нет такого, что сбросило, кинуло. То есть и вроде стараемся, но надо, грубо говоря... У меня ощущение такое, что я хоть плечо поднимаю, бицепс держу, а у меня реально здесь расслаблено. На определенный момент находишься какое-то комфортное положение для рук, которое напрягается. На самом деле, конечно, нельзя сказать, что все расслаблено, но вот оно больно не особо. Это мы сделали на месте. Сейчас посмотрим. Полчаса договорились. Да, 18-20. Значит так. Теперь, товарищ, прикинем, как у нас бьют с перемещениями. Значит, что движение? Очень важный момент. Вообще, если честно, когда мы бьем в движении, встал, ударил удар сильнее, потому что четкая опора и... нет. И сила, на все, что кулаки не размазаться в пространстве. Но попасть так очень сложно. Почему? Потому что я вот сейчас покажу, покажу просто так. Ставь стоечку, вот так вот. Я тебе буду тыкать рукой, не торопясь. Но будут с одинаковой скоростью, но в разных манерах. Ты просто даже вот так напрягайся, так вот ладошкой будешь убирать мою руку в сторону. Вот два манера. Вот первая моя манера. Надо убрать. И вторая манера. Давай только одной вот рукой защищаешься эту ручку. Поставь ладошку, что ты напрягаешься-то? Вот так вот. Не, напрягайся, ну ладно. Ну, ладошку поставь, вот. Вот, значит, я буду тыкать в первый момент. Ну, куда-то ладошку дай, чтобы я мог вкнуть все. Ты могла убрать. Значит, в первый момент я сделаю раз. Защищать. С той скоростью раз. Первый вариант. С той скоростью. Ну, в общем, ты делаешь одинаково, в общем, пыль стараешься. Но... А как ты сейчас убираешь? А ситуация... Ну, я не хочу скорость включать, понимаешь? Ну, давай попробуем быстро. То же самое делать. Ну, относительно быстро. Я в сал... Давай так, руки опусти. Я тебе вот буду касаться от плеча, ты будешь убирать руку мою. А как убираешь? Ну, просто убираешь, ну, как в салочке играешь. Ну, подними руку, приготовь ее. Значит, так. Ну, да, я буду касаться вот этого плеча. Значит, вот, я тебя касаюсь плеча в одну манерку и в другую манерку. Как тебе было тяжелее? Я не помню. Давай еще. Первый манер. Да. Второй манер. Ай, первый раз я попала в ушку лак. Это мне сложно сказать. Разговор не об этом. Не, я понимаю, я не поняла. Хорошо, раз, еще раз. Первая манера. У тебя тоже так, я делаю быстро. Или идет так? Первый, наверное, сложнее. Сложнее? Ну, я второй раз, я каждый раз, второй раз тебя достагиваюсь. Я дотягиваюсь второй раз. А первый раз ты меня сбиваешь руку. Не, ну, вот именно вы меня дотронули. Не, я еще раз говорю, я не должен тебя поймать и осалить. Я не должен тебя поймать и осалить. Ты защищаешься. Давай, как тебе легче убрать мою руку? Приготовь руку, да. Сейчас, первый раз. Второй раз. Как тебе тебе тяжелее? Я уже не помню. Хорошо, еще раз. Это все зависит от того, как на что я попадаю. Какая разница? Ты рукой, где я попадаю, где не попадаю? Не, ну, я просто не понимаю, в чем разница, как убить. Ты только учишь, что... Ну, это не важно. Да, я понимаю, что скорость одинаковая, понимаешь? Ну, я-то вижу разницу, потом объясню. Ну, еще раз давай. Моя задача, это тронуться у тебя здесь. Убрать руку. Как тебе сложнее защититься? Ну, так. Ну, как? Я одинаково защищалась вашу руку вот так вот от этого. Ну... Мне кажется, это что, у вас были два разных ударов? Хорошо. Я еще раз давай. Значит, я задачу не достать тебя. Хорошо, а теперь делай второй раз. Смогла защититься, да? Прежде первый раз вы мне не предупредили. Хорошо, ладно. Предупреждаю, ладно. Теперь в другой манере. Я не поняла. Еще, объясняю. Просто убрать мою руку. Ну, что тебе непонятно, Настя? Я не понимаю. Два раза меня долбаете. Какой раз тяжелее, какой сложнее. Все. В смысле, вы два раза, что ли, по-разному, что ли, долбаете? Какая тебе разница? Я тебя спрашиваю. Когда тяжелее, когда сложнее. Вот и все. Я, на самом деле, по-разному. Одинаково. Ну, в том-то и дело это не так. Потому что я попадаю тебе все время. Ну, блин. Ну, и... Ну, вот так я говорю. Обратите. Ну, тебе даже не дай мне попасть. Это же зависит от моей реакции. Нет, зависит не от твоей реакции. От чего? От того, как я делаю. Ну, вот я и не вижу разницы, какая я делаю. Я тебе пока, когда ты определишься и почувствуешь это разница, я тебе начну объяснять, в чем разница, почему я один раз попадаю, а другой раз нет. Понимаешь, по-другому не понимаешь. Давай еще раз попробуем. Я не буду так быстро. Буду поаккуратнее, хорошо. Вот. Первая манера. Показываю медленно. Я вот этого. Вот. Вторая манера. Я не понимаю. Не, ну... Хорошо, быстро. Значит, быстро было. Ладно, объясняю ситуацию такая. Придет надо объяснять на кошках. Понимаешь, в чем дело? Ну, я просто... Я был удивлен, что когда тебя попадаю, ты думаешь, что ты отбила. Вот это меня просто удивляет. Какая разница? То есть я тебя обрежула, дай мне покер. Я не понимаю, чем первый раз отличается от второго. Ну, я попадаю при этом. Обращайся к тому, что я попадаю. Ну, попали. Олег, а какая разница? Что первый, что второй раз одинаково попали. Нет, первый раз я не попадал. Ты отбивала мою руку. Ну, значит, первый раз быстрее среагировал, а второй раз... Нет. Ну, правильно, да. Есть такое. Почему ты первый раз среагировал быстрее? Объясняю. Потому что сначала первый раз я двигался к корпусу. Ты на него увидел. Потом вот принял руку. И ты руку уже готова принять. А второй раз я начинал с руки. Да, я не обратил внимание. Ну, это я себе не говорил. Я не обратил внимания. Вот поэтому разница. Понимаешь, поэтому ты реагировала на меня. Когда вот такая большая масса идет, ты начинаешь ее видеть. И те реагируешь. Поэтому гораздо важнее попасть, а не сильно ударить. И поэтому, когда в ударах, мы на самом деле бьем. Сначала начинается кулак. Когда мы идем ударом с прямым. Сначала движется кулак. Потом начинается передняя нога. И только потом уже. Грубо говоря, в идеале, вот ладошку мне поставь, чтобы я мог на нее ударить. То есть в идеале я должен раз, а потом она стоит на землю. Ну, это я совсем так утрирую, показываю. То есть я сначала должен, я не успел еще поставить ногу, я уже рукой потянулся. То есть грубо говоря, со стороны говорится так. Ах. Понимаешь, да? Наверное. То есть, как уков их товарищи, видела? Они вколят вот так вот всем выпадом. Вот то же самое и здесь. То есть ситуация такая. Чем больше масса задействована, ты на нее реагируешь. Но кулак поймать сложно. Это, соответственно, должен оп-п-п-п-п делать. Поэтому, значит, движение у нас такое. Движение с перемещением. Как вставим стоечку. Впереди левая. А, зеркальная. Хорошо, зеркальная стала. Впереди левая. Обычно с левой стороны. Чаще мы работаем впереди левая, сзади правая. Ты левша или правша? Ты что-то средняя, я понял. Ну, обычно, почему-то впереди... Мне так удобно. Да, да. Но тут вопрос не тебе удобнее. На самом деле удобнее всем как раз впереди, когда правая, более сильная. Но, есть один маленький момент. Впереди правый бок – это печень. Удар по печени, по корпусу очень чувствительный. Поэтому стараемся держать тебя обычно сзади. И на ней не просто что она сзади, а на ней локоть. Но левша иногда готов рискнуть. Держать сзади левую руку, для того, чтобы попасть. Левым прямым. Хотя некоторые левши, типа меня, прочитать тогда, что у них за счет этого бьют левую боковую, а правую – левую. Я переделываю левша, у меня правая рука сильнее изначально, а левая попадает точнее. А спринговал я, пишу правой. А спринговал я, кстати, по карате, когда спринговал, впереди у меня была всегда правая. Бокс пришел, по учебу по печени, а у меня резко стало лево. То есть и тут это... Так вот, значит, движение, не торопясь к точке. Движение, начнем мы сначала с перемещения, потом уже разберем отдельно на месте, ну, левый на месте ставим. Там будет один. Так вот, движение с передней. Значит, как бы, мы встанем подальше. Движение начинается с кулака, раз, потом нога шагнула, потом собрался, дошагнула, да. Только видишь, ты встал, у тебя нога, нога стала лучше. Значит, чем плохо, ты не сможешь налить задние руки. Вернулись. Приготовились, движение с кулочкой, она начинает взгляд. Челюсть у нас. Два. Хорошо, вернулись. Три. Руки. Вернулись. Не напрягайся, твоя задача просто повести. Представляешь, что тут провод натянут, и ты скользнула, рука расслаблена, повиснила, на пальце повиснила, вон, вот это положение должно быть такое ощущение. То есть, если я наторстил, то да, она должна упасть, вот такое ощущение. И ты роняешь, грубо говоря, каждый удар ты взяла и уронил, вот он, я вот смотри, я вверх бью, а вот есть ощущение, что я вверх роняю? Вверх роняю. Вот то же самое здесь, ты должна ронять руки, сбрасывать вот это усилие, вот это, приготовились, и раз, и вернулись, два, с руки, и вернулись, старайся рядом ножки не ставить, три, хорошо, вот как порезаем по этими, ездим, 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 вот этими ступнями, носочки, поставь на рельс, первый носочек, о, поставь на рельс второй носок, вот. Где рельс? Вот, вот тут, вот тут, я особо слепой скажу, вторая рельса вот здесь, да, два, назад, три, так, оп, чтобы видеть их лучше, ты можешь просто поднять передний плечо выше, вот так, туда, вот, откинь, вот, таз вот здесь, вторая рука здесь, четыре, Просто роняй, но локоть сверху, просто мучаешь, локоть сверху, пять, локоть не успеваешь положить сверху, кулаком можешь собирать вот такое движение, это не очень хорошее движение, если головой рукой пойдешь, можешь пальцы распить, но зато есть ощущение, как кулак приходит, и расслаблено, шесть, Ну ладно, на рельсы ножки, ножки на рельсы, где у нас старая передняя нога? Узка она у тебя стоит, на рельсы, да? Семь, я просто заднюю ногу выключаю, как стоишь фронтально, восемь, девять, десять, хорошо, дыхай, значит я могу сказать, поэтому по узкой стойке, есть люди, которые вообще стоят на одной линии, они работают одной передней рукой, да, они могут делать шаг ударить, но это уже обычно, редко бьют правой, то есть, можно, но когда учишь пока, желательно, чтобы ты приучился, Включил себя вот 45 градусов, и вот так вернулся в скорбусе еще, а потом уже, да, кажется, своя манера, в тайце вообще стоял полуфронтально, и стоял на полной стопе, вот так вот, и это ему не мешало ломать всех подряд, хорошо, другую ножку, пошире, 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 вот умничка, стоечку, вспомни, где у нас, где у нас челюсть, где у нас кладкает, вот она у нас челюсть, Так, и раз, значит, начинаем с кулака, потом нога передней шагает, а он задней подтягивается, ага, и вернусь, ага, на рельсе ножки, да, два, видишь, ты опять с узелой все, должна порезать, скажем, почему-то же задней ногой, как ты дальше от этого положения сделаешь вот так, да никак, потому что ноги у тебя на одной линии, ты сама себя завяжешь узелок, Ты постоянно наносял удар передний, должна думать о том, что в любом моменте ты будешь добавить удар задний, потом передний, потом дали, то есть изначально предполагаешь, что я разыгрышу в целую серию, если хорошо зацепишься, приготовились, Пять, три, стоечку фарпарили со ногами, пять, и проверь, где твои ножки, видишь, как ты узко, узко стало, и ручку собрала, когда твою ногу ставишь, так на второй ноге, в постановке собираю руку, Четыре, вторая рука, где у тебя рука, в чем напряжена она? На нос, возвращай, на нос, на нос, возвращай. Почему? Ногу поставила, да, ее выну тоже. Рука, нога, синхрон возвращается. Четыре, да, хорошо. Пять. Нет, торопилась. Пять. Нет, неправильно. Пять. Неправильно. Что неправильно? Рука, где осталась? Рука, ногу подтянешь, руку возвращаешь тоже. Ну, я что-нибудь встречаю? Нет. Пять. Во, вернулись. Шесть. Хорошо. Семь. Помни смотреть. Шире ходить. Шире, шире, стопе. Шесть. Умничка. Это было гениально. Семь. Хорошо. Восемь. Хорошо. Девять. Хорошо. Десять. Хорошо. Это запишется в золотом цикле жаре в истории мирового спорта. Хорошо, значит, так. Значит, объясняю, зачем вот это разучивание. Не очень сильно ударность, а хотя тоже довольно-таки неприятный. Очень важный момент. Слабые удары создают все, если сунуть спарринги. Не сильно и делают его. Конечно, не сильно и очень много значит. Но слабый удар очень, мягко говоря, сильно может изменить всю структуру убора. Объясняю. Ну, это, например, ударь, ставь точку в любую. Ну, вот, да, учет, да. Ударь меня сильно рукой правой. Правой. Правой, та, которая пишешь. Больно, да? Ну, давай, все перчатку оденем. Там сильно вас ударит реально? Да, да, сильно ударит. Нет, правая, правая. Я не хочу быть переделан левшой. Не, мне пальцы не отрезали. Нет, тут это... Давай. Просто тут так же, как вот с этим движением, с аллочками, если не быстро делать, то ты не поймешь. Сильно бей. Изо всех сил. Сильно бей. Сильно бей. Сильно. Ну, сильно ударь, резко ударь, как ты сможешь. Ну, сильно ударь. Ну, ты касаешься, ты ударь, влети в него. Ну, ударь, ударь, ударь. Ну, вот рассажь все, не старайся бить правильно, просто ударь сильно. Стой, красавь, ноги поставь, как тебе удобно, да-да. И просто заедь, как ты сможешь. Во, молодцом, еще раз так же. Во. А теперь попробуй сделать то же самое. О! Вот я тебе тыкву, не сильно тыкву, кстати, обратили. Хорошо, еще легче будет тыкву. Ой, мам, так кажется, что не с ним. Хорошо, легче. Легче тыквы. И что? Попробуй ударить сильно. Правой рукой же? Да, правой рукой. Об этом вещь. Ты понимаешь, что ударить справа не получается? А удар-то дурацкий, согласись. Мягкой перчаткой. Ну, конечно, мельтешить мешает. Об этом вещь. Мешает, а не отдаструется, разрушает все. Вот это, понимаешь, вот это мне есть смысл. Вот это очень важно. Вот эти слабые удары, они могут сгнить весь бой. В этом и смысл. Вот этой передней рукой, мягко говоря, вот так вот накидывая, накидывая, накидывая. Ты не даешь человеку взять, так стоит, как залезом. Ты кидаешь, кидаешь, и он не видит, он мешает мишень. Понятно. Поэтому слабые удары, они не менее важны, чем сильные. Практически 90% боя, это вот эти слабые удары. То есть, поэтому говорю, важно. Давай попробуем, значит, это мы сделали. Давай попробуем, значит, это переднее мы сделали с собой стойку. Теперь мы сделаем вот такую вещь, а потом вернемся к переднему, уже стой на месте. Значит, то же самое, первый счет. Рука пошла. А, точку, нет, нет. Значит, первый счет пошла, одна рука. Второй счет, рука с ногой. Затем третий счет. Я, значит, как бы, дохожу, руку вот эту убираю. Но как только у меня рука слезает от этой, у меня пошла вторая. Два. Видишь, ты пошел куда? Нет, у меня нога сзади осталась. А, да. Вот ты делал на месте задний? Поняла, да? Давай, так, без меня. Стоечку встали. Значит, задний ножка. Пяточку поднять. Первый счет, только чуть-чуть двинулась рука. Второй счет, рука с ногой пошла, сделала выпленье. Шаг, о, шагла. Еще? Еще, конечно, должна подойти всякая дистанция. Не надо ногу наклонять. Не надо коленять, просто шагнула. Два. Теперь вот ногу наклоняешь и дошагиваешь. Дошагиваешь задней ногой. Стоечку. И вот вспоминает позицию заднего ударя. Вот, плечи влени. Из-за этого плеча рука растет. Вот. Этот локоть здесь. Умничка. Три. Просто в стоечку вернулась. Вернулись обратно. Не торопясь. Давай сейчас без меня. На рельсы ножки поставь. Здесь рельсы будут важны. Подальше отделка встанет. Смотри еще. Важный момент. Ты не хочешь шагать передней ногой далеко. Но передней ногой ты хочешь шагнуть вот так вот. Задней ты уже будет сложно разгоняться в лес. Тут движение такое. Ты кинул ногу в руку. И на нее дальше по инерции вкатываешься. Понимаешь, да? Подвижение. Раз. Вот что дело. Поэтому ногу просто кинул вот куда-то далеко. С передней ручкой. Раз. Ручка начала. Нет, у нас села ручка. Вес не переносить, не переносить. Вес на передней ноге. Ребят, как гон перед, так раз рука. Два нога. Ну, хотя бы так. Три. Ага. Вернулись. А стоечку? И вернулись. Значит, еще обратите внимание. Значит, такой момент. Что такое ходьба? Чем отличается от бега? Ты знаешь? Ходьба от бега? Вот есть соревнования по спортивной ходьбе. Есть соревнования по бегу. На носочках бежим, а когда идем, то на пятачку. Нет. Во время бега есть паза, когда две ноги не касаются земли. То есть, бег – это серия прыжков с ноги на ногу. А ходьба – это серия падений с ноги на ногу. То есть, ходьба – это паза. То есть, мы теряем на весе, раз – ногу подставили. Теряем на весе, ногу подставили. Ну, это грубо говоря. Объективная ситуация такая. Зачем я тебе говорю? Твоя задача – просто кинуть на ногу и на нее потянуться. Два – зашаднуть. Просто свободный центр тяжести. Ноги раскованы, расслаблены, вот эти места расслаблены. Ну, еще раз вожжем. Вот, да, да, вот, все это расслаблено. Раз, два. Смотри, смотри на ноги. Раз, два. Хорошо, раз, два. Умничка, да. Ну, это мы сделаем визуал, пока по частям. Потому что потом мы делать будем, конечно, так. Сначала, здесь, сучки. Первый счет. Одна рука – раз, два. Выкинула ножку передней с ручкой. Три, четыре собралась. И вот позиция, что не очень удобная дальше. То есть, надо вернуться в нормальную, полноценную стойку. Шагнуть надо ровно настолько, насколько ты откажешься нормально потом в стойке. То есть, если ты шагнул близко, позиция очень неудачная. А в нашем виде спорта, в отличие еще от того, что могут тебя начать бить, Ты же высоко сидишь. Тебя еще могут по две ноги вот так вот высепнуть. Высепить. И очень больно оказаться на земле. Ну и в боксе тоже тебя могут перешагать, ты можешь по позиции неударно сбить. Там еще что-то. Позиция неустойчива. И. Раз, два. Видишь, вес понесла на нога. А ты должна лучше, если ты здесь делал, значит, ногой могла дальше шагнуть. Оп. Три. Ага. Назад. Четыре. Понимаешь? Вот есть такой момент входа, который мы можем делать, когда нагрушили низко сидеть. Вот так как раз так и делают. Раз. Вот так ты разваливаешь, поставишь шпагат. Потом, правда, собираешься пока, ну, если сразу в одну дуешь, то делают вот так вот. А или делают. Раз. Два. Второй шаг. Ну, здесь у нас более высокий, если он вот туда потянулся, не просаживаешься, на сколько тебе длина ног позывает? Два. Легко и свободно втечь. А ну, ты просто как вода течешь в доске. Приготовились. Давай на один счет. Раз. Раз. До конца делай. Ну, давай, раз. Первый удар, раз, два. Раз, два. Встал в стоечку, вернулся. Раз, два. И вернулся. Не сиди выше выпрямь ноги. Пока не надо. Твоё вот это выпрямление, да, просто ходишь как-то, ты получше не ходишь. Вот мы сейчас вот в таком режиме сейчас делаем. Три. Ага. Ага. Не надо делать реверансы перед возможным агрессором. Четыре. Ударил там и подержал руку в нем, да? Пошевелило даже ее там. Чтобы это кровавое внутренность в руке вырвать. Да, точно, да. Хорошо. Пять. Сбрасывай, сбрасывай. Шесть. Я честно скажу, я не верю во внутренней энергии. Все прочее, но когда бросаешь и бьешь, то реально что-то такое чувствуешь. Ну, просто чувствуешь. Ты взялась, сбросила, сбросила. Семь. И сбросила. Восемь. Вокат ослабляет садку с удара. Девять. Не смотри в пол. Смотри на мишень. Пол не смотри. Десять. Хорошо, давайте другое. Сейчас сначала по частям сделаем. Первое. Сначала двинулась ручка. Сначала кулак пошел. Потом рука с кулаком, с ногой. Да, да, ударила. И наехала на него с задним ударом. На ножку. Вот тут умничка. И положила ее и собралась. Сначала ручка, кулачок. Потом она рукава с ногой. Потом накатила на нее с задним ударом. Положила весело с руки. Сточку собралась? Нет, стоечку собралась. Вот такую. И ушла назад. Еще раз. Ручка. Ножка с ножкой. Вторая ручка полетела. Уронила ее сразу же. Собралась в стоечку. Ушла. Давай попробуем на динамике все. И раз, два. Ага, хорошо. Взгляд, взгляд, туда. Раз, два. Взгляд, молодцом. Взгляд. Раз, два. Умничка. Плечи стараются успевать разворачивать. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Плечи не докручиваются. Таз не докручиваются. Почему? Потому что узко шагаем. Шире шагаем. Будет легче крутить плечами. Раз, два. Дальше докручиваем. Задняя рука растет из переднего плеча. Раз, два. Вот, да, да. Хорошо. Взгляд, взгляд, взгляд. Три, четыре. Пять, шесть. Одиннадцать, сорок. Хорошо. И 0. Раз, два. Хорошо. Минус один, минус три. Хорошо. Молодцом. С этим мы забрались. Это мы только разбираем, как нужно. Это не значит, что ты будешь делать все время так. Но это вещи, которые, в принципе, неплохо поразобраться, как идеально делать. Значит, затем по передней руке. У нас как бы три варианта. Есть удары передней руки. Если стоя на месте. Ну, первый вариант мы уже с тобой попробовали. Мы сместились назад. Это мы делали. А есть еще такой вариант, который я тоже вспоминал про легкий удар рукой. Просто одной рукой. Раз, раз. И это тоже надо научиться делать. Не вращай плечом с места. Вращай. Причем он заметен. И более того, кажется, что тут замах, но это ударственно заметнее. Раз, два. Можно отсюда ударить это. Это просто такое. Попробуй. Просто одна ручка. Так, стряхивает. Как вот Пеппас играет, стряхивает. Раз, два. Не крутить с этим местом. Вес на передней ножке. На передней ножке. На передней ножке. На передней. Выпрямь ножку. Вот, да, да. Выпрямь еще чуть-чуть. Еще чего? О. Так. Покрыли. Раз. Не крутить. Просто тряхнуть. Только вот эта часть работает. Раз. Просто кулак выронить. Два. Ну, поставь тебя на мишень. Ты бьешь. Да, да. О. Три. Четыре. Куда ты смотришь? Ты меня видишь? Я вижу. А? Пять. А где у нас плечо в начальном исходном положении? Вот. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Не крути. Десять. Одна рука. Да, другая. Как видишь, все, все, хватит. Одной рукой работать так просто оказывается. Да, все время почему-то хочется скрутиться, вертеться. Но иногда нужно так. Это просто нужно иногда. Это не значит, что это правильно. Нет, неправильно. Есть правильные. Есть, собственно, иногда нужно так. Поменяем стоечку. Пошире. Пошире. И тоже такие вот эти дурацкие, легкие натыкные удары. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А я думаю, что мы как ему ударились. Восемь. Девять. Десять. Ну ладно, все, устал. Утомил. Другая, значит, так. Вернусь обратно. Чаще делается с более шелканной стойки. Показываю вот так вот происходит. Значит, удар. То же самое с передней. Я не люблю так. У меня плохо и получается, так далее. Но у некоторых длинноруких очень он хорошо получает. Какой длиннорукий, длинноногий. Ру Джонс так делал. Он не просто бьет передний. А выносит центр тяги за ногу. Видишь, передняя нога, пятка отрывается. Получается такой раз. Я теоретически понимаю, как это глядится. С моими короткими ручонками, ножонками, это глядится очень убого и смешно. То есть задача, все тело у вас тряхивается. Вот как вот так. Раз. Он не двигается, он не смещается. Для меня проще делать вот перелить шаг и все. Мне короткими ножками перебрать не проблема. Мне сделать вот так, проблем нет вообще никаких. У них, видать, ноги длинные, там еще что-то. Но они просто берут, смещаются в центр тяжести. Качать. Раз. Два. Кстати, у тебя может тоже быть почек, потому что ноги худенькие, длинные. Ручки длинные, худенькие. Как вот получается, что ты схлестываешь все тело туда, оп, и вернулась. Не, не. Смотри, вот, да, да. Вот так, да, тут ли не поворачиваешься, но туда, да, вот, вот. Две ноги. Да, да, про. Три. Четыре. Слушай, у тебя лучше, чем у меня это получается. Пять. Дальше попой можно. Шесть. Ты можешь дальше. Семь. Восемь. Далеко не смещайся, Ника. Легко не смещайся, ты смещаешься. Нет, с нормальной стоечки, стоя на этой ноге, вверх. И отсюда смещайся. Семь, да. Надо стоечку, стоечку. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Очень неплохо. Только не надо ее сильно, скульно, скульно увеличить. Тут, наверное, должна с этой стоечки, как стояла, раз, еще туда потянуть. Хорошо. Ну и что-то вопрос вот уже этой, внутренней, скажем, телосложения, физиологии. У тебя вот это пошло. Хорошо, дальше. Другой, то же самое. Стало вес на передней ноге. И при этом еще потом сместите его вперед. Ударом. Два. Опять, что так что отрывалось передней ноги. Три. Вот. И вернуться в стойку. В эту стойку назад не переносить вес почти. Да. Четыре. Не, нет. Далеко откидываешься назад. Назад, далеко откидываешься. Попу сюда. Пять, вот, шесть, вот, семь, восемь, хорошо, девять, десять. Да, все нормально. Тут в ренте получается. Ну и сейчас я так показать их не могу. Хорошо. Вот два варианта левой рукой. То есть, как видишь, и на месте можно сюда сместиться, можно сюда сместиться. Это по-всякому может быть. То есть, значит, мы период назад пошли, и теперь сделаем вот так вот. Смотри, какую серию мы с тобой сделаем. Мы поняли. То же самое. Мы вперед. Раз. Ручку поставили. Наехали туда. И вернулись назад с передним ударом. Рука, нога, когда шагаем вперед у передней руки ставится одновременно. Потому что вот в этой позиции удар будет слабый. Поэтому если чувствуешь, что что-то там, какая-то чили случайно, или что-то приземлилось на руку, лучше ногу поставить на пол шага. Чтобы был опор какой-то, чтобы тебя не снесли. То есть движение. Раз, два, три. Почистеться. Раз, два, три. Да, хорошо, правильно. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Стоп. Значит, молодец пять раз это сделал. Значит, в серии есть маленький секретик во всех сериях ударах. Только одна рука слетает с противника, грубо говоря, вторая рука идет на смену. То есть она должна меняться вот так вот. То есть в карате, наверное, видела, она не так вот реверно стояла. Это движение, конечно, это самое большее, в чем мне не нравится в карате, хотя я всю жизнь занимался именно спортом. Потому что ты весь лишь открытый. Но вот похожее движение вот в сериях. Боковые, нижние все время, одна рука там. Никто не бьет вот так. Потому что это дурацкие движения. Но вот это помогает тебе разогнаться, отработать, все эти вещи накинуть. И вот тут тебе важно почувствовать, что при этом ноги не мешают. И ты когда кидаешь ногу, руки вот работают, а ноги должны оказываться удобно. То есть следи за руками, чтобы ноги не мешали. Вот так вот. Поехали. Это самое сложное. Так, давай. Ночкой чуть повыше. Чуть выпрями. Клон. Так, раз, два, три. Да, да. Видишь, приходится затягивать руки, чтобы ноги вперед. Это ситуация. Руки не надо медлять. Лучше ногами покороче стать. Раз, два, три. Грубо говоря, рука выпрямилась. Поставь ногу на пол шага лучше. Раз, два, три. О, да, хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Видит мишень. Себя видит зеркала должна. Раз, два, три. Раз, два, три. Плечи не поручишь задние. Два, два, три. Дальше задние накручивай. Раз, два, три. Узко шагаешь, поэтому не можешь ударить задней ногой. Давай еще разок. Раз, два. Плечи не накручиваешь. Еще раз делай. Раз, по частям. Видишь, ты стоишь? Чтобы два, тебе придется шагнуть ногой сюда, задней. Поширее должна встать. Ты стоишь узко, и пойдешь туда, и плечи. Ты стоишь на одной линии. Да, вот в чем дело. И три. И видишь, что шаговый поворот получается. Угу. Давай еще раз попробуем. И раз, два, три. Вот, видишь, давай еще перед воной. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Да. Гонят врач. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, ненавижу отлично. Другую сторону. Хорошо, давай с этой. Так же динамики сразу, да, разбирать будем? Так, сейчас сооружу. Передняя, задняя, шагнула, задняя дошагнула. И уходишь, бросаешь свое тело назад, да. Всю многотонную тушу сбрасываешь. Поширше, поширше, поширше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Уночка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Взгляд, взгляд, взгляд. Взгляд, взгляд, взгляд. Стоечка, стоечка. Поехали, поправь стоечку. И раз, два, три. Руки как на баяне играешь. Уходят за голову. Раз. Все время перед головой руки. раз-два-три, 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 значит еще один маленький момент, у меня руки на бровях все время, почему, потому что я больный корпус, точнее стараешься держать на бровях, и мне все бьют в голову, естественно, и руки надо держать немножко выше, чем обычно, стандартность, если же позиция, люди держат чуть пониже на уровне носа, то есть вот так вот, ну выбор на бровях, эта идея неплохая, но не забывается, что при этом открывается корпус, в принципе, ну раньше, ну и сейчас многие удары в корпусе уже я удержу, я думаю, через пару лет вообще здорово стоит, нормально, вообще буду убежать, раньше лежал вообще, ну кроме коленей, в корпус, и там ног пара человек только, то есть, поэтому можно было, но все равно был готов, но слишком высоко у головы, корпус тяжелее зачтит, тут такой баланс учтит, ты об этом помни, что стандартно у носа, у бровей, просто, ну, кому удобнее, так, хорошо, это мы сделали, сделали, теперь, давай сделаем такое, такое действие, значит, просто на месте, раз, раз, можешь мы делаем на месте удары, вот такие, вот такие на месте двойные удары ты делаешь, на месте, не вращая корпусом, давай еще, раз, 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 два, три, четыре, пять, шесть, хватит, хватит, теперь делаешь так, раз, раз, не думай как, ты просто должен успеть, да, и вернулся, два, легче руку, ты кидал, так же, а ноги, не старайся сильно, легко и свободно, ручка болтается, да, хорошо, умничка, давай с другой, просто покидал ручку, ты помни, сам глаз, значит, что ноги не мешают рукам, еще раз, раз, два, вот, видишь, не сильно кидаешь, вот так и надо, теперь с ногами, раз, раз, фронтально стало, вот, то есть не фронтально, за плечо спрятался, раз, два, за плечо опять прячется, иди же попарились, чтобы все время задняя рука была в запасе, три, четыре, хорошо, пять, шесть, семь, восемь, вернулась, девять, десять, вернулась, хорошо, чуть-чуть не убило, Значит, теперь то же самое, раз, два, три, и встать, давай, ножка на передний вес, вес на переднюю, ножку, видишь, точно стараешься, не надо стараться, думай о руках, они должны делать раз, два, три, а ноги должны просто не помешать, иди порезать, здесь помнишь, пошире шага, от тебя задняя будет получаться, поехали, взгляд, Так, ты ведешь, что у тебя получился, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, не обязательно шагать, он тебя показывает. Ну, вот, по рельсам показывает, ну, по рельсам, ну, по рельсам, ну, по рельсам, ну, ты специально отошла. Раз, два, 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 три, 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 хорошо, Хорошо. Старайся успевать доворачивать, это сложно конечно. Раз, два, три. Не садись ниже, расслабь ноги. Ноги должны не мешать. Раз, два, три. Успевать, постарайся с плечами. Раз, два, три. Ох ты умничка какая! Раз, два, три. Хорошо. Хорошо, да, а с другой очень. Хорошую ночь надо закончить. Нормально получилось. Раз, два, три. И садись сзади ногами. Ноги не мешают. Не думай на ногах. Раз, два, три. Ты должна просто подойти к мишени. Ты занимался хореографией, у тебя, кстати, нормально. Кодинация это чувствуется. Раз, два, три. Для меня это было сложно, потому что я хореографией не занимался. Визуально сейчас… Взгляд… Нет, ты думаешь на глаз. Взгляд, взгляд. Ручкой только. Раз, два, три. Раз, два, три. Не веди руки. Просто кидай, роняй их. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Это было круто. Все. Я сейчас думаю, наверное, все на этом. По большому счёту, большая часть его как-то объяснена. Единственное, есть такое понятие входы. Когда сидишь низко, это удары с длинной дистанции. Знаете, я их показываю? Или просто длинный выпад. Есть. Но это немножко другая техника, она к этому не подходит. Но просто, чтобы катушку бьёшь, грушу, если хочешь пытать замутыриваться, чтобы было понятно это. Что делать и как? Главное. Голова всё время закрыта должна быть. Вот такие вот удары, честно, размашенные, плохо тоже, потому что ты открываешься. Локти через верх и всё время держать стойку и быть готовым к пропущению. В принципе, ты более-менее собрано бил и нормально. Просто так показал что-то. Всё. А, приседать будешь ещё? Да. Прямо сейчас? Да. Предлагаю смертельное приседание. Это значит, как делать. Первую минуту делаешь одно приседание. Вторую минуту делаешь два приседания. Третью минуту три приседания. До тех пор, пока можешь. Угу. Да. И это только кашу, это легко. Хочешь так? Ну, давайте. Я так понимаю. Ну, я понимаю. Стоп. За одну минуту одно приседание? В первую минуту, а во вторую уже два приседания. Ну, я поняла. Третью три. Сейчас я настраиваю камеру. Ну, я поняла. Ага. Ну, дойдёт до десяти минут. Ну, ты знаешь, это только кашу, а потом в определённый момент завтра будут ноги болеть. Ну, хорошо, думаю. Ты хочешь это, да? Тебе нравится, как будет? Ну, я хочу красивые ноги и задницу. Да? Да. Большие ноги, большую дальнюю. Да. Хвастаешься. Хорошо. Готово. А я ещё так, вот, как приседания. Ну, есть, да, да, на вытянутых руках, значит, очень важный момент. Здесь прогибость сохраняешь, в коленю в сторону, рука здесь. Значит, когда садишь назад, как бы руки назад это убираешь сюда, да, то есть за счёт этого держишь баланс. Грудь вперёд, плечи назад идут. Да, 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 готово. Вот присоедите, как и правильно присоединить. Ну, может, поширее, по уши чуть ставить, ну, как по уши, да, буду следить. С пустым грифом ты всё равно не сервис. Ну, ладно, раз, присядь. Ну, быстро сядь. О, хорошо делаешь, у меня. Всё, отдыхай. Я понимаю, первые пять минут, оно, конечно, кажется, какая-то ерунда. Даже может быть десять. Потом начинаешь уже чувствовать, да. Да. Особенно в отжиманиях это, конечно, чувствуется. Так, может, сразу надо было хотя бы там с пяти начать? Ну, заодно загреешься, мы делаем всё на прямых ногах. Вот что делаем. Чем-то хорошо, тем, что ты опять разогреваешься. Ну, ладно. И до скольки даёшь, да? Получается. Ну, до скольки да, да, да. Ну, до скольки да, да, да. Попу держишь. Хорошо. Держу или не держу? Держи, держи попу, нормально. Попу держишь, да. Плечи у нас тоже. Значит, идеально, чтобы, грубо говоря, у тебя должна быть штанга над пятками. Ага. А всё остальное тело, то есть попу, что уходит назад, плечи и грудь уходит вперёд. Угу. Ты гибче, у тебя, значит, больше попу назад, больше грудь вперёд. Ну, кто-то меньше там, то есть. Ну, задача, чтобы, вот, эта штучка. Вот, что тут лидо простоишь, где-то посмотришься. Она должна быть, ну, четко над пятками. Ну, понятно. На голову лучше не вертеть. На голову, да, лучше не вертеть, согласен. Ну, что же делать-то? Да. Тут уже баланс между хуже и лучше. Ну, да-да-да, тоже так, на терпение было. Так, три. Угу. Можешь делать быстро, динамично, если хочешь. Вверх, то есть по технике делаешь неплохо. Да. А вот сейчас поп немножко опустила. Ну, ладно, какая разница-то? Угу. У тебя впереди там куча, посидами. Угу. 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 Два ниже садись. Угу. Угу. Три. Четыре. Умничка, хорошо, да. Пять. Умничка, хорошо. Так вот, ситуация такая, у тебя здесь мышцы такие вроде прочь, он держит легко, а тут непривычное движение. Реально репост, ты где-нибудь можешь сесть глубоко, а колени к этому не готовы. А мышцы достаточно сильные, они тебя дёрнут. По этому самому началу желательно все движения делать в полную амплитуду разрабатывать, именно для того, чтобы мягко говоря себя так не подставить. Это затормотить, ну и не форсировать веса, конечно, потому что понимаешь, что у конца у нас тут или нагрузки. Где она у нас? Сейчас буду искать, она где-то у меня лежит только. Шея сейчас у тебя, да? Угу. Раз, два, о, хорошо сейчас было. Три, держать, держать поп при этом. Тянуть ее хотя бы. Четыре, хорошо. Пять, шесть. Ну пойдет. Че тут начинаешь? Че тут начинаешь? Че тут начинаешь с англоскошел, да? Ну не, я стараюсь менять спину специально. Пинал держать тогда. Не держать так это. Здесь контактная храбачика. Здесь ничего нет. Сейчас надо скажу. Мне что-то, я по-моему, до 27 или до 30 дошел что-то, что-то такое. Ну ты понимаешь, получается, каждый раз ты все медленно меньше отдыхаешь, все больше не нравится. Сейчас на сколько? Шесть, семь, раз, два, старайся поп вертянуть. Вот, вот. Три, колени вперед толкай. О, да, да. О, четыре, колени вперед толкаешь, да, да, поп идет как пятка. Тогда вот. Пятого, да? Шесть. Нет, пять сейчас. Сейчас шесть. Нет, сейчас он будет, наверное, на шесть. Я уже не помню. Семь. Ну, устал, можешь перестать все. Тебя передать-то беру. Ну, а, давайте двести. Давай. Нет смысла себя насиловать. Сразу нагрузку. Тем более, тебе, давай сидели три. Тверки. Ну, все равно сегодня. Сегодня бы хотели отдыхать вроде бы как бы. Ну, вот, отдых можно сказать. Ну, я не сказал что-то, потому что это полноценный домет. Полноценный тревок, я считаю. Вот такая вот. Держим, б***ь. Так, сейчас восемь, да? Ага. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. А, восемь. Восемь. Пытаюсь найти, держу у меня эту запись. Когда я делал это. А, борцовка. Хребать. Я тоже немножко. Здесь вряд ли. А потом используете эти данные как-нибудь? Нужно записывать каждый день? Да, да, да. Ну, не очень, честно скажу. Но иногда бывает, что возвращаешься с данной записью, что-то вспоминаешь. Потому что что-то делал тысячу лет назад. Девятка, да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Четыре. Четыре. Я чувствую, что носи болят. Восемь. Девять. Ага, уже горят. Горят уже ноги. Только кажется это легко. И если бы ты сразу делал, то могла бы это. Ну и сильно может не породиться, но так. Хотя не, могла бы породиться, потому что ноги забиваются, и колени натягиваются, и это. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Все. Так, а сколько я отдал? Приседание, подносы, колени. Смельчаем, подтягиваем, отжимаем на кольца, подтягиваем, отжимаем все к луках, подносы колени. Так, где же приседание у меня здесь будет? Смельчаем, приседание написал. Ну 32 я доходил. Ну без палки. Восемь. 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 Мальчан. Мальчан.